Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру Сегодняшняя тема «Видевший меня, видел Отца» Прощальная беседа Господа с учениками Часть третья Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 по 14 стихи В предыдущей части беседы Господь Иисус Христос Открыл ученикам то, что Он есть И путь, и истина, и жизнь Это означает, что они могут познать истину И получить жизнь только через Него Далее Господь продолжает свою мысль И указывает на то, что познание Его Есть не что иное, как и познание Отца Небесного 14 глава, 7 стих Христос употребляет такой глагол, который Иоанн Богослов передает греческим глаголом Геноско Геноско – это узнавать, познавать В том числе узнавать на своем собственном опыте, на практике Если мы читаем греческий текст, то можно перевести и таким образом Если узнали вы Меня, то и Отца Моего узнаете И отныне знаете Его И увидели Его Но вот эта мысль о том, что через Сына можно познать и Отца Вызывает недоумение у апостолов Восьмой стих Филипп сказал ему Господи, покажи нам Отца и довольно для нас Возможно, что апостол Филипп ожидал Некоего особого явления Отца Небесного через Господа Иисуса Христа Как это было в Ветхом Завете с Моисеем и Ильей Для того, чтобы лучше понять вопрос апостола Необходимо обратиться к этим двум историям Первая история с Моисеем Описана в 33 главе книги Исход Начиная с 17 до 23 стиха Цитата И сказал Господь Моисею И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих И я знаю тебя по имени Моисей сказал Покажи мне славу твою И сказал Господь Моисею Я проведу пред тобою всю славу мою И провозглашу имя Ягве пред тобою И кого помиловать, помилую Кого пожалеть, пожалею И потом сказал он Лица моего не можно тебе увидеть Потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых И сказал Господь Вот место у меня Стань на этой скале Когда же будет проходить слава моя Я поставлю тебя в расселине скалы И покрою тебя рукою моею Доколе не пройду И когда сниму руку мою Ты увидишь меня сзади А лицо мое не будет видимо тебе Итак, богоявление Моисею Хоть и было богоявлением Но было неполным Ибо Моисей увидел только сзади Бога И похоже, богоявление, которое было Моисею Подобно тому, которое было впоследствии и Ирии И о нем нам известно несколько больше Третья книга царств, девятнадцатая глава С восьмого по двенадцатой стихи Илья шел сорок дней и сорок ночей До горы Божия Харива И вошел он там в пещеру И ночевал в ней И вот было к нему слово Господне И сказал ему Господь Что ты здесь, Илья? Он сказал Возревновал я о Господе Боге Саваофе Ибо сыны Израилевы оставили завет твой Разрушили твоих жертвенники И пророков твоих убили мечом Остался я один Но и мои души ищут, чтобы отнять ее И сказал Выйди и стань на горе пред лицем Господнем И вот Господь пройдет И большой, и сильный ветер Раздирающий горы И сокрушающий скалы пред Господом Но не в ветре Господь После ветра землетрясение Но не в землетрясении Господь После землетрясения огнь Но не в огне Господь После огня веяние тихого ветра И там Господь Получается, что пророку Божию Ильи Господь явился не так, как себе представляли богов Окружающие евреев языческие народы Всячески подчеркивавшие могущество А иногда и ярость всесилия своих богов Но бог евреев Ягве является Илье Таким образом, что показывают свою власть Над природными явлениями Землетрясением, сильным ветром и так далее Но подчеркивают, что он, бог Его важные отличительные свойства Не соответствуют этим природным явлениям А когда дуновение легкого ветра Которое не устрашает Которое не угнетает Которое не пугает Но которое может человека утешить Вот в этом ветре и являет себя бог Возможно, что поскольку были эти два Богоявления в Ветхом Завете Филипп и спрашивает Покажи нам, мы хотим видеть Отца 8 стих 14 главы Господи, покажи нам Отца И довольна для нас Ответ Господа Иисуса Христа Показывает, что Филипп неправильно понимает Каким образом через Господа Иисуса Христа Он может познать Отца 9 стих Иисус сказал ему Столько времени я с вами И ты не знаешь меня, Филипп Видевший меня, видел Отца Как же ты говоришь Покажи нам Отца Христос Ставит следующую последовательность Вначале нужно увидеть меня Увидев меня, ты увидишь Отца Очень важно, что здесь в греческом тексте Используется глагол Орао Этот глагол означает Именно смотреть Смотреть И через это видение Какого-то предмета Получить полное о нем представление Но глагол Орао Как правило предполагает Что этот предмет Явным образом себя являет И вот как раз от этой мысли Что не воплотившийся Бог Отец Будет себя являть Каким-то видимым образом Христос и хочет уклонить Логику учеников Десятый стих Разве ты не веришь Что я в Отце И Отец во мне Слова, которые говорю я вам Говорю не от себя Отец, пребывающий во мне Он творит дела Христос повторяет Ту мысль, которую уже прежде высказывал Я в Отце И Отец во мне Но поскольку Апостол просит Чтобы Христос Явил Отца Он Христос уточняет Разве ты не поверил Когда я уже прежде Это говорил Отец во мне И я в Отце А дальше Иисус объясняет Что значит Что Отец в нем А он в Отце Слова Слова Которые я говорю вам Говорю не от себя По-гречески Та Римата Рима Это речь Этот термин Успользуются Чтобы указать на Слова Как речь В целом Итак Речи Которые я говорю Я говорю Не от себя Самого Опять же В греческом тексте Глагол Лалео То есть Возвещаю Получается Что речи Которые я Вам Возвещаю Я говорю Не от самого Себя То есть Мое Учение Не есть Учение Мое Но пославшего Меня Отца Однако Взаимное Пребывание Отца В Сыне И Сына В Отце Христос Также Излагает Через Другое Понятие Через понятие Дел Он продолжает Пребывающий Во мне Отец Творит Дела Получается Что если Ты Не обращаешь Внимание На Мое Учение То тебе Необходимо Обратить Внимание На Мои Дела Во всех Этих Предложениях Господь Иисус Христос Пока еще Не сказал Ничего Нового Ученикам По отношению К тому Что он Сказал Прежде Иудеям Ибо Иудеям Он говорил Отец Во мне И я В Отце И Иудеям Говорил Что Учение Мое Не мое Но пославшего Меня И Иудеям Иудеям Говорил Дела Которые Я Делаю Свидетельствуют Обо Мне Ибо Это Дела Отца Одиннадцатый Стих Верьте Мне Что я В Отце И Отец Во мне А если Не так То Верьте Мне По Самым Делам Двенадцатый Стих Истинно Истинно Говорю Вам Верующие В Меня Дела Которые Творю Я И Он Сотворит И больше Сих Сотворит Потому Что Я К Отцу Моему Иду Вновь Господь Возвращается К тому Что Он Уйдет От них Но Этот Уход Не означает Прекращение Его Бытия Он Уходит От них К Отцу Однако Они Ученики Его Смогут Делать Даже Те Дела Которые Делал Он И Больше Чем Он Делал В каком Смысле Больше Непонятно Может Быть В количественном Может Быть Даже И Внешне В качественном Смысле Как Дела Которые Производят Впечатление На окружающих Людей В смысле Их Масштаба Но При этом Конечно То Что Они Будут Делать Дела Больше Чем Он Делал Во время Общественного Служения Никак Не умаляет Христа Ибо Ученики Будут Делать Эти Дела Той Силой Той Властью Которую Он Даст Им Об этом Говорит Следующий Тринадцатый Стих Если Чего Попросите У Отца Во имя Мое То Сделаю Да Прославится Отец В сыне И Четырнадцатый Стих Если Чего Попросите Во имя Мое Я То Сделаю Повтор Который мы имеем В четырнадцатом Стихе Повтор Мысли По отношению К началу Тринадцатого Стиха Здесь Совершенно Не случайно Потому Потому Что Мы Имеем Дело С Хиазмом С тем Литературным Приемом Когда Первая И третья Часть Предложений Или фразы Симметричны Друг Другу Перекликаются Друг с Другом В таком Случае Основной Смысл По центру Этой Фразы В ее Второй Части И получается Что Здесь Христос В первой И в третьей Части Говорит Если Чего Попросите У Отца Во имя Мое То сделаю А центральная Мысль Которая Находится Посередине Да прославится Отец В сыне И так Те дела Которые Будут делать Ученики Они будут Делать Способны Это сделать Только в том Случае Если они Молятся И молятся Небесному Отцу Не просто Так Молятся Во имя Господа Иисуса Христа Почему Важна Эта Молитва Почему И у нас На богослужении Мы молимся Не только Небесному Отцу Как например Во время Евхаристического Канона Ведь Молитва Евхаристического Канона Практически На всем Протяжении Обращены Только Отцу Небесному Однако В других Частях Богослужения Мы молимся И Господу Иисусу Христу И третьей Постаси Святой Троицы Святому Духу Почему Мы молимся Небесному Отцу Во имя Иисуса Христа Выражение Во имя Означает В соотнесении С ним Потому Что Если Какой-то Человек Посылает Другого Этот Первый Является Царем Или Начальником А другой Будет Действовать Будучи Уполномоченным То Другой Будет Действовать Во имя Первого Этого Начальника Или Царя Таково Было Представление В Древнем Мире Поэтому Когда Мы молимся Небесному Отцу Во имя Господа Иисуса Христа Мы тем Самым Показываем Что Мы Принимаем И учение Христово Принимаем Его Искупительную Жертву И надеемся Спастись Через Него То 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 есть Молитва Небесному Отцу Во имя Господа Иисуса Христа Тем Самым Не только Показывает Нашу Веру В Иисуса Но Подчеркивает Что И учение О Боге Мы Принимаем То Которое Дал нам Иисус Сын Божий А учение Это таково Что Так возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Сво Единородного Так Бы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную Как Говорит Сам Христос В беседе С Никодимом Итак Если Мы Молимся Отцу Небесному Во имя Иисуса Христа То Сделает Поможет Нам Сам Господь Иисус Христос Но Для того Чтобы Отец Прославился В нем И так Получается Что Ученики Являются Продолжателями Дела Господа Иисуса Христа Об этом Он сам Скажет Когда После Воскресения В первый День Явится Им И скажет Как Послал Меня Отец Так И Я Посылаю Вас Но Никакие Дела Не Могут Сделать Ни Ученики Ни Мы Если Не Будем Молиться Небесному Отцу И Просить Его Помощи Содействия Поддержки Во имя Господа Иисуса Христа И то Что Господь Предлагает Нам Именно Такой Образ Молитвы Показывает Великое Отличие Христианства От Других Монотеистических Религий Ибо В других Религиях Представления О Боге Как О Монаде Об Одном Все Остальные Соотнесены С Богом Как Творение С Творцом Как Тварное С Нетварным Как Временное С Вечным Но Здесь Наши Отношения С Богом Наши Молитвы К Нему Возможно Только Тогда Когда Мы Принимаем Господа Иисуса Христа Нас Искупившего Поэтому Конечно Же С христианской Точки Зрения Именно Учение О Троице И о Боге Как О Любви Есть Причина По которой Бог Молящимся Во имя Иисуса Дает Силы Это Следует Помнить И нам Ибо Если Хотим Делать Добрые Дела Ради Ближнего Ради Бога Служить Его Церкви То Конечно Нельзя Оставлять Молитву Не Молитву Личную Домашнюю А лучше Сказать Внутреннюю Потому Потому что Ничто Ничто Не Препятствует Молиться Когда Мы Едем На Автомобиле В Общественном Транспорте Прогуливаемся И так Далее Более Того Мы Помним Что Подвижники Называли Молитвой И Чтение Священного Писания С Рассуждением С Воздыханием Сердечным Но Кроме Такой Личной Внутренней Молитвы Необходима Конечно И Молитва Церковная И В таком Случае Господь Нас Не Оставит Он Будет Действовать Потому что Это Действие Его В нас Есть Прославление Отца Небесного В нем И Мы Уповаем На него Прибегаем К нему И получаем Помощь От него Большое Спасибо За внимание Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео